Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. Сегодня парфюмерная тема и продолжение темы арабских парфюмов. Парфюмов от Латафы. В прошлый раз я рассказала о очень интересном парфюме Кямра. А сегодня речь пойдет о другом парфюме, не менее прекрасном. И это мускусное настроение. Мускус мод называется. Ну, начнем с того, что арабские духи, и если это не подделка, то, точнее, парфюмы, а это, может быть, туалетная парфюмерная вода, оформляется, простите за вульгарное выражение, дорого-богато. И вот этот парфюм, мускус мод, не стал исключением. На коробке имеется голограмма, подтверждающая, что это оригинал. Ну и, кроме того, поскольку это такая бюджетная ценовая категория, то вряд ли кто-то будет подделывать. А вот на такой цепочке все это находится. Ну, давайте откроем. Откроем и достанем не менее прекрасный флакон. Вот такой флакон 100 миллилитров, как бы перебинтованный весь атласными лентами. Написано «Москмод». А крышка тоже с тиснением. А латафа очень тяжелая, металлическая, не пластиковая крышка. В общем, очень приятная. Итак, что за парфюм? Ну, соответственно, восточный. Посмотрите, какая этикетка на шелке сделана. Флакон очень тяжелый. Тяжелое стекло. И, кстати, чтобы были в курсе, именно у арабских парфюмов настоящее хорошее стекло. Без каких бы то ни было включений пузырьков там и так далее. Это тяжелый действительно флакон на... Чтобы, наверное, не показать вот так. Этикетка и здесь приклеена. И, говорю еще раз, шелковая ленты, шелковая этикетка, ленты атласные. В общем, замечательный. По описанию я не сразу поняла, рассчитывала абсолютно на другой парфюм. Но, получив его, я была поражена. Первое нанесение. И я вообще просто окунулась в какой-то букет роз. Я не очень люблю такую ярко выраженную розу. Мне нужна легкая розовость такая. А здесь прямо вот мне показалось, что вот уткнулась я в этот букет. Я была в шерстяном свитере. Нанесла на рукав. Ну и какое-то время пробыла с этой розой. Уже думаю, ладно, ну что теперь. Часа через два, я понимаю, что-то заиграло. Вроде как другое стало. Я наношу повторно. Уже наносила на запястье. Но тоже попало на рукав холодно в Москве. Поэтому всё, по одежде сидим. Легла спать. Утром, проснувшись, я ощутила аромат какой-то пудры. Я, поскольку я очень люблю пудровые ароматы, я просто не поняла, откуда. И потом, когда уже встала, а свитер на кресле висел, это так просто чарующе. Аромат превратился в легкую пудровость. И какая-то свежесть появилась. Я не поняла. Я просто послушала свитер свой. Так понравился, что днём я его наносила на одежду. И шлейф достаточно большой. Но стойкость, вот я вам сказала, то есть всю ночь и день, полдня просто из свитера стачал аромат, хотя я его не надевала, а была уже в другой одежде. Очень понравился. Кто-то скажет, ой, мускус, я не люблю этот мускус. Вы знаете, я выяснила, оказывается, этот мускусный, мускусное настроение содержит белый мускус. Не животный, а именно белый, полученный из растений. Сделала себе выписку, что вот этот белый мускус, он называется не потому, что он белый по цвету, а потому, что он более чистый, более мягкий, чем натуральный. Натуральный мускус теперь стоит очень дорого, и его практически нет. Получают сейчас синтетический из растений, либо химическим путём получают. Прочитала вот такую интересную вещь, что раньше, когда запретили натуральный мускус, стали делать мускус нитроглицериновый. И духи Шанель номер 5, именно оригинал, который был создан Эрнестом Бо, содержал до 10% вот этого мускокетона, то есть сделанного на основе нитроглицерина. Ну, а сейчас для этого используют цветы. И это гальбанум, гибискус, дегель, ангелика и другие. И вернусь ещё раз к этому парфюму. Никакой фруктовости я не услышала вообще. А ещё раз повторюсь, пудровость через несколько часов появилась. Мускус раскрывается очень и очень медленно. Ну и абсолютно деликатный парфюм. Я не могу сказать, что это арабские и арабские, восточные, скажем. Нет, вполне себе европеец. И мне понравилось, что он такой мягкий, очень чувственный. Хочется вдыхать его. И написала вот для себя. Красивый, пудровый, всё написала. Создан в 2018 году. Вот такой милый парфюм я приобрела. Он продаётся на Вальдберес. Он продаётся в Озоне. Он продаётся на Рандеву. Ну, главное, когда будете получать, ещё раз напомню вам, проверьте, чтобы была голограмма, чтобы это было упаковано, залито слюдой, и что флакон должен быть очень тяжёлый. Тяжёлое стекло. Вот. Такая приятная покупка. Я желаю всем здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что. Побалуйте себя даже вот таким бюджетным парфюмом. С уважением, Ваша Светлана. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok